Всем привет, я Dave из English. Половину жизни я прожил в Сакраменто, Калифорния. Уже 14 лет я живу в России, в Санкт-Петербурге. И за это время я считаю, что я освоил русский язык очень неплохо. Кстати, если согласен, что я не Dave, а Даниил, и что мой русский сойдет за коренного жителя России, ставь лайк, ну, или хотя бы подыграй, пожалуйста. А еще, кстати, ты можешь нажать ссылку внизу и зарегистрироваться на бесплатный урок от English. Прямо на уроке тебе поставят американское произношение, и ты сможешь заговорить just like me. Ладно, шутки в сторону, но сегодня я буду участвовать в челлендже. У меня сейчас будет список слов о диалектных, которые используются в разных регионах России. Я буду их читать и пытаться понять, что это значит. Кстати, вы можете искать их эквивалент вместе со мной и писать их в комментариях. Вообще, я знаю некоторые диалектные слова на русском, потому что я побывал в таких регионах, как Калуга, Орел, Рязань, Тамбов, Тольятти, Новгород, Нижний Новгород, Тула. Это, конечно, не все города. Есть еще порядка, может, пяти, которых я просто сейчас на данный момент не могу вспомнить. Честно, ну, они еще есть. Если вы услышали свой город, просто поставьте лайк. Ну и сейчас мы проверим, насколько глубоки мои знания в русском и в каком процентном соотношении я могу себя считать русским человеком. Поехали! Поехали! Так это очень просто. Это бордюр. Кстати, французское слово. Бордюр. На самом деле, французское слово. Поехали! Французское слово. Это из одежды что-то. Это кофта такая, которая греет в холодном климате. А, стой! Нет. Это с таким городском. Горловском кофта. Обычно шерстяная или зеленая сделана. Под пиджак обычно заходит. Парадная, да. Парадная в Питере подъезд во всех других регионах России, говорится. Ну, смотря о чем речь. Об одежде. Карман как на дороге. Ну, когда ехать и поворачивать. Карман. Растележиться. Вот это слово я, честно говоря, наверное, первый раз слышу. Ну, это как будто из двух слов. Растелиться и слово тележка. Растелиться на тележке? Я не знаю, честно. Он устал и просто в машине заснул. То есть запраковался и рассележился. Первый раз слышу. Звучит как мультиварка. Может, это древняя мультиварка на Руси? Мультифора. Это как два греческого слова, соединенные в одно. Не знаю, как это появилось на Руси. Но фора, я знаю, что такое фора. Типа дать фору. И еще и мульти-фора. То есть это как несколько раз дать фору. Просто Виктория. Серьезно. Это, наверное, тюремский жаргон. Это растение. В Сибири Виктория это клубника. Вообще, первый раз слышу. Шанюшки. Вообще, сейчас надо подумать. У нас тут была туса-джуса и мы были под шанюшки. А, это, наверное, булочки какие-то. А, вау. Шанюшки это булочки. Гаманок. Это же домик. Как гамак. Только в более уменьшительно ласкательной форме. А, то есть носишь это в сумке и еще и складываешь туда что-нибудь? А, это кошелек? Хлюздить. Своровать. Мы тут сходили с ребятами и как нахлюздили. Хлюздеть. 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 Врать. Шумовка это деревня. В каких-то областях, где я скорее всего побывал. Просто я проезжал мимо шумовки. Шумовка это... Oh my goodness. Сковородка. Ну все, мои знания исчерпаны. О, надо дыбать. А то я знаю. Надо дыбать. Достать. Из постараться настолько, что изгвоздаться. Очень сильно постараться. Но причине к чему я изгвоздался без инглишточки. Лопать. Лопать. Лопать и есть. Налопаться. В этом смысле. Мы как налопались пельмешек. Это внебрачный брат Чибиндейла. Русский. Похоже на тарелку? Чеплашка. Это тоже из Сибири. Если что. У нас все из Сибири сегодня. Слушай, я тут тебе на день рождения очень сильно заморочился и подарил чеплашку. Айда. Пойдем? Ну, то есть иди, иду, да. Иду, иди, айда. Сабантуй. Это я знаю что. Это когда бардак. Такое вот. Еще слова очень похожие. Балаган. Сабантуй. Балаган. Это две сестрицы. Абтраган. Ну, это из Дагестана. Это большая посудина, куда накладывают плов для всей деревни. Бурлак. Бурлак это больше на фамилию, а польско-белорусское похоже. Не знаю часто. Барабуля это картошка. Да. Да. Я был пару раз в Брянске и мне сказали, что барабуля это картошка. Если это не так, просто исправьте меня. Чьюз. Серьезно? Чьюз. Бывает чин. Мужской чин. Подчиняться. Я не знаю. А чьюз. Разумеется, это не выбор. Как, типа, ну, choice, choose, to choose выбрать. Очень странно. Никогда раньше, ранее не слышал это слово. В русском. Чьюз это мужчина? Срастить. Так это же легко. Ну, а срастить? Это как вырастить? Нет? Срастилась или не срастилась? Получилось или нет? 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 Ааа. Срастил? Это понял. I got it. Маякнуть. Маякни мне, если ты там собралась. Просто дать знать. Напка. Окей. Это, конечно, это русский вариант салфетки. То есть напкин. Только напка. Это более жесткий русский вариант. То есть как американский бильярд и русский. Русский – это очень большой, с маленькими дырочками. То есть очень сложно. Нужно стараться побольше. Также с напкой. Одной недостаточно. Полюбать. Любя, братцы, любять. Если очень банально полюбить, в следующей степени полюбить. Полюбить – это значит обнять, поцеловать по-дружески. С любовью. С любовью. Hugs and kisses. Мага – это брат Мага. Магомеда. Который решил, что он американец. Растык неуклюжий. Clumsy. Кулёк. Я знаю. Логоградцы. Требщити. Это бумага, которую заворачиваешь вот так вот примерно. И там носишь семечки. Или плюешь их туда. Кулёк в Белоруссии называют. Пакет пластиковый. Баски. Это как дерзкий, но басков. Это не блюдо. Это не предмет гардероба. Это чувство озарения, когда ты понимаешь, что ты не в Волгограде. Уделать – это значит победить. Типа мы их уделали. А, другой смысл. Каш, я не знаю. Мне, значит, врали все это время. Маечка. Это тоже пакет. Пластиковый. Маечка. Как в пятерочке. Барагозить я знаю. Я люблю барагозить. Это так же, как куролесить. Дорогие друзья, мы ведь с вами это слово разбирали в прошлый раз. Нафуфыриться. Накраситься. Это больше касается, конечно, женского рода. Но так же мужчины могут нафуфыриться, я думаю. И надухариться. Сделать прическу. Одеть крутой прикид. И ходить блатным или красоткой. Нафуфыриться. Драконить. Ненавидеть. Завидовать. А, бесять. Да, бесять драконить. Не драконь меня. Иначе я больше не нафуфырюсь для тебя. Ребята, как вы сами видели, я плохо справился с заданием. Несмотря на то, что я был в очень многих областях. Я все равно, видимо, нужно было просто проводить больше времени в кружках русских. На этой ноте я с вами прощаюсь. Но вы пишите те слова, которые вы сами отгадали. А если вы услышали что-то оригинальное в том, что я пытался отгадать, это тоже пишите. Мне будет приятно. Не забудьте ставить лайк и подписывайтесь на наш канал, если вы хотите увидеть больше видео интерактивного формата. Не забудьте подписываться на наш канал и увидимся в новых классных видео от English. А теперь, see you later. Bye-bye.